Всем привет! Итак, декор дома, быстро и просто, своими руками. Вот на примере вот такой картиночки я сейчас покажу подробнее, как я всё по порядку за основу взято. Как видим, картиночка-трафаретик из интернета. Это вот половина здесь в зеркальном отражении, если половина будет такая же, как понимаем, вот с этой стороны. Сюда переворачивается. Это чтобы удобнее делать. Я отрезал в редакторе половину. И на программке есть программка на канале. И распечатал на 4 лист. Здесь, конечно, листов у меня ушло около 20, наверное, на всю. Так как размеры, видим, вот фанера, метр пятьдесят два на метр пятьдесят два. Здесь вот в одной стороне у меня на половине, чтобы экономить материал, и мне такой размер нужен. И вот эту сторону переверну. Будет на этой инс одного листа. Выходит примерно размер больше двух метров в длину. И метр где-то сорок в ширину получается. Как вот сделать, да, распечатать есть программка, повторяюсь. Вот листы А4, вот как шли. Здесь у меня просто этот трафаретик вырезан, но уж трафарет любой и каждый сделает. Вот они скотчем просто быстро были склеены. Вот так вот листы шли А4. Всё ненужное я не печатал. Вот как вот здесь. Ну, в программке там понятно, простая программочка. Очень быстро и просто всё делает. Ну, и так, ближе, конечно, к сути. Для начала вот что. Сделать трафарет. В принципе, всё очень просто и понятно. Затем вот здесь я уже вырезал, обвёл. И сейчас буду вырезать. Вырезать будем лобзиком. Вот полотна к лобзику берём вот такие, как у меня в руке. Для криволинейного чистого реза, вот такой меленький зуб, вот такие уже не пойдут. Вот если вот рядом положить. Это для быстрого реза, там, брусочки. А вот если фанерку или что-то чистый рез, вот такие узенькие. Широкие вот такие не пойдут. Так, вырезаем сначала, чтобы нам не наколоться. По периметру, вот всё по округу. Сначала, я не знаю, видите, может, маркер сдох у меня, вот ручкой я обводил. Вот вот здесь сначала вырезаем всё вот по округу. Сейчас скажу ещё, какие места вот не вырезать. Всё вот по округу здесь, здесь доходим. Это можно, это можно. Вот такое место не вырезаем. Это оставляем. Так как вот тут узкое место, вот это будет кусок, если болтаться. Если даже не обязательно такой рисунок возьмёте или другой. Это так, в принципе, всё понятно. И вот здесь такой же кусок, ещё вот как вот на данном трафарете у меня есть. И вот это не вырезаем. Это в самую последнюю очередь вот такие. Так как вот здесь тоже вот узкое место, вот этот сам понятно будет болтаться. Это в самую последнюю очередь будет вырезаться. Я говорю, не повторяюсь, не именно на таких трафаретах. Может быть и другой какой трафарет, то же самое, такие же места получатся. Ну, работать с лобзиком, в принципе, здесь не понятно. Подправляем ещё, если что надо где. И также всё по округу выпиливаем. Сейчас основную работу покажу, какая дальше посложнее будет. Вот как говорил, по округу я вот всё прошёл, обрезал. Вот здесь оставил вот это место. Надо будет ещё вырезать это в самую последнюю очередь. И вот здесь большой кусок. Почему не вырезал, это я уже говорил, не буду повторяться. Вот это остается в последнюю очередь. Теперь вырезаем вот эти мелкие элементы, сердечки. Ну и тут всё, у кого какой рисунок будет. Сначала меленькое всё. Так, как вырезать? Ну, сейчас вот на примере покажу. Ну, сначала высверливаем свёрла вот любые, можно перьевые по дереву, по стали. Ну, лишь бы более-менее острое было. Если хотим, чтобы вот, например, этот угол острый был, тогда сверлим с этой стороны. Ну и, соответственно, там сверло подбираем. Сверлим вот здесь. Так вот грубо показываю, чтобы не задевать за черту. И чтобы только, если входил полотно лобзика, чтобы входило и не оставалось, чтобы потом меньше заморочек подчищать было. Можно даже и с этой стороны, если острое не хотим. Берём только там по размеру, чуть побольше, естественно, свёрлышко полотна. И вот так. Здесь одно, чтобы лишних отверстий не сверлить. И вырезаем вот так вот по кругу. Или с этой стороны одно. Вот такие элементы. Другие элементы, может быть, придётся два раза тут так просверлить. Или же здесь только хочет, если здесь острое. Лобзиком пройти. Лобзик резко не повернёшь там. Всё равно, если вот острый край, полотно сразу не развернёшь. Всё равно будет полукруг. Если острое хотим, здесь сверлим. Чтобы пройти там сюда, сюда. И сюда здесь были острые. А здесь закруглённые. Тоже подбираем всё индивидуально. Какой рисунок у нас будет. Трафарет. Какой рисунок. Не обязательно же такой, как у меня. Ну и все, соответственно, элементы то же самое. Если, допустим, вот потом, чтобы вырезать. Вот говорю сразу, здесь вот, может быть, где узкие места, чтобы там не обломилось ничего, можно же сделать индивидуальный рисунок, пройти где пошире, где какие-то элементы удалить. Что-то добавить своё, по-другому сделать. Всё в наших силах, всё в нашей фантазии. Как хотим, так и сделаем. Не обязательно делать один в один. Какой есть трафарет, можно всё переделать до неузнаваемости. Ну, сейчас покажу, как вот хотя бы на одном элементе, или на двух, как вот это... Где как высверливать и как выпиливать буду. Итак, сверлим. Я хочу себе здесь острые края оставить. Сверлить буду вот тут, здесь. Так, сверлим вот так, как показывал. Ну, сверло подберёте тоже, сами говорю, по размеру. Главное, чтобы здесь прижим был хороший, плотный, чтобы внизу не было сколов, в нижней части фанеры. Ну, сейчас и вырезать будем. И не спеша лобзиком вырезаем. Лобзик, чтобы лучше остановился. Так как может не попасть в отверстие, сразу не попадёте. И будет мандраж здесь идти. Здесь потом придётся немножечко почистить. Если... Вырезаю я вот на ящичке отверстие. Здесь даже задето. Так всё очень удобно. Плотный прижим. И туда всё, мусор падает. Ну, вот так всё. Постепенно всё вырезаем. И переходим к следующему этапу. Как и говорил, вот с одного листа выходят две детали. Вот сейчас это лучше по шаблону. Можно сейчас сразу обведу. И так же будем выпить. По шаблону ещё легче вот проводить, чем по трафарету размечать. Так же всё размечаем. Аналогично всё делаем со второй частью. Вот две половинки вместе уже вырезаны, готовы. Лежать, но не совсем готовы. Ещё осталось... Вот здесь не смотрим, это просто на полу. Они все сходятся. Вот практически незаметно. Вот если прижимать будем, когда ставить, если будет расхождение здесь и здесь слегка, в каких-то местах, вот практически незаметно и что шов, что с двух половинок получается. Теперь что делаем? Если хороший был, конечно, режущий инструмент, здесь даже зачищать ничего не надо. А так перед покраской, естественно, ну вот какие-то там места ещё, штампы заводские, блин, тоже придётся, конечно, зачистить, чтобы не проявлялась краской. Здесь вот тоже, видите, всё сходится. В принципе, зачищаем, если где-то из-за усенцы. И подготавливаем покраски. Красим можно прогрунтовать. Конечно, чтобы долговечнее было. Но я два раза покрашу. И будем ставить на дом и смотреть весь результат нашей деятельности. Вот картиночка уже закреплена на стене дома. Крепится на десяток саморезов. Вот так легко и просто можно какую-то свежесть дому сделать. Всё интересное впереди. Смотрите другие видео на канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok